Они засняли НЛО, о чем молчат военные США. Статья в популярной механике за 21 января 2020 года. Саша Эпштейн. В 2004 году морфлоту США удалось заснять на видео нечто летающее без окон, дверей и крыльев в форме конфеты. Это не шутка. Ролик длиной в пару минут просочился в сеть и не только собрал миллионы просмотров, но и спровоцировал волну расследований официальных и ложных заявлений, а также тонну вопросов, от которых ВМС США и Пентагон отбиваются по сей день. На днях официальной власти вновь раздули угли. Да, то самое видео не фейк и оригинал гораздо длиннее. И нет, они нам его не покажут, ибо топ-секрет. Тик-так уже не тот. В начале ноября 2004 года авианосная группа «Нимец» отправилась на плановые учения. На борту ракетного крейсера «Принстон» было множество новых систем, которые воякам предстояло протестировать. Практически сразу новая пассивная радиолокационная система AN-SPY-1B стала получать якобы помехи. А на радарах творился дурдом из непонятных следов. Радарные техники решили, что система неисправна и затеяли перекалибровку радиолокации. Но после этого ложные сигналы стали только четче. Нечто летало на разной высоте от 900 метров до 2,5 километров и передвигалось плотными группами по 5-10 единиц одновременно. Через почти неделю наблюдений за непонятными объектами на радарах американскими военными было принято решение направить пару палубных штурмовиков F-A-18 Hornet на перехват аномальных радиолокационных сигналов. Но не тут-то было. Стоило радару Hornet взять на мушку нечто, его позже назовут дрожитик-так, из-за гладкой овальной формы, без каких-либо выступающих частей и равномерного белого цвета. Как оно игриво уклонялось и уходило на бешеной скорости. На следующий день военные попытались хотя бы снять на видео 14-метровую неопознанную летательную конфету. Для этого снарядили уже другой F-A-18 с новейшим прицельным модулем Adflir, которому таки удалось заснять заигрывающий с морфлотом объект. А тот, судя по всему, попросту дурачил бравых пилотов. То зависал неподвижно на высоте более 18 километров, то в считанные секунды снижался до 150 метров, чуть ли не глиссировал на скорости в 900 километров в час. Затем совершал невероятный маневр и на сверхзвуковой скорости уходил в точку. Объект можно было отследить только неподвижным или на медленной скорости, и то с помощью инфракрасного излучения. Голливуд отдыхает. Более 13 лет история про то, как гигантский тик-так водил за нос американский флот, оставалась в тени, пока Старс Академии... Давайте я вот что так сделаю. Ой. Старс Академия of Arts Ее основал бывший фронтмен Blink-182 Том Деллендж. В конце 2017 года не опубликовала без малого трехминутное видео с той самой погоней. Точнее на видео не погоня, а скорее дефилие, где НЛО позирует перед объективом Афтлир. И началось. Короткий, низкокачественный ролик Flir1 тут же набрал миллионы просмотров. Видео обсуждали на телеке и бесчисленных форумах. Толпа народу резюмировала. Не верю. Один из исследователей НЛО в течение нескольких часов после публикации отследил видео до веб-сайта, которым управляет компания Vision Unlimited, расположенная в Германии. Она специализировалась на производстве видеоряда, включая разного рода спецэффекты, в том числе CGI графику. Так что на Flir1 моментально поставили штамп фейк. Вдобавок оказалось, что ролик хранится на сервере немецкой компании с 2007 года. Но сторонники подлинности видео объясняли это тем, что оно было загружено на немецкий киносервер, дабы попытаться избежать последствий, связанных с удалением и утечкой секретных военных материалов. А сам владелец студии и вовсе разводил руками, мол, ни он, ни другие сотрудники не знали, кто загрузил клип в 2007 году. Дальше больше. Появилась информация, что оригинальное видео гораздо длиннее, чем Flir1. Один из пилотов F-A-18, который пытался угнаться за Тик-Так и первоначально снимал столкновение с НЛО, заявил, что Flir1 – это действительно только отрывок его оригинальной записи. Те, кто в момент погони находился на борту Прингстона, уверяли, что на мониторах командно-информационного центра крейсера видели ролик длиной около 8-10 минут и в куда более высоком разрешении. Плюс видео расползлось по секретной локальной сети корабля, так что свидетелей длинного хронометража было непредостаточно, особенно если учесть, что численность экипажа на тот момент составляла примерно 5 тысяч военнослужащих. В пику им было заявление другого военного, отставного командующего ВМС США, который впервые увидел Тик-Так из кабины своего Хорнета в 2004 году. Он отбросился с заявления о существовании более длинного видео. Его позиции на всякий случай придерживалось и Министерство обороны США, но недолго. Люди в черном. У авианосных техников есть одна вполне рутинная функция для защиты информации после каждого полета. Они снимают с борта в жесткие диски со всей полетной информации и складывают в сейф. Диски содержат программное обеспечение для запуска истребителя, а также хранят в том числе данные, собранные во время полета. Как только состоялся тот знаменательный контакт с конфетой, и военным удалось снять его на видео на палубе авианосца «Нимец», а затем и на «Прингстоне», появились двое. Нет, не в черном, а в обычных летных костюмах. И потребовали достать из сейфа жесткие диски с борта в Хорнет, которые гонялись за НЛО. После этого диски сложили в мешок в присутствии командира, и больше носителей никто не видел. Вдобавок, командование приказало техникам полностью перезагрузить всю систему вместе с оптическими приводами, со всеми радиопереговорами. Чистки подверглись даже пустые пленки, что не делалось практически никогда. На какое-то время про исходники видео забыли. Но не все так просто. В США есть один занятный механизм – закон о свободе информации. ФОИА. И если на пальцах, то любой гражданин, сославшись на этот закон, может обратиться в официальные органы и запросить полное или частичное обнародование информации и документов правительства США. Конечно, правительство может любого отправить, сами знаете куда. Но то штаты, у них все строго. Управление военно-морской разведки ВМФ ответило на запрос о предоставлении большего количества записей «Нимец», заявив, что оно обнаружило определенные информационные слайды. Относящиеся к столкновению с Тик-Так, которые классифицированы как «Топ-секрет». Изучение материалов привело к выводу, что их публикация нанесет исключительно серьезный ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов. Послали? Но до чего изящно? На сегодняшний день в сухом остатке есть довольно забавный набор фактов, подкрепленных официальными органами США. Видео с НЛО не подделка. На нем реально неопознанный летающий объект, который правительство осторожно называет «неопознанные воздушные явления». Объект двигался вопреки всем изученным законам физики с невероятным ускорением, выписывая в небе пируэты, недоступные самым современным военным истребителям. Реальное видео гораздо длиннее, детальное и с большим количеством информации. Как случилась утечка секретной информации, или если не утечка, то кто дал зеленый свет на обнародование FLIR-1, не знает ни в МФ, ни в Пентагоне, никто. И нет, нам в ближайшее время ничего не покажут и не расскажут, дается видео. Напоминаю, ссылочка на статью будет, как всегда, в инфобоксе под моим видео. Перейдите и посмотрите вот этот FLIR-1. Они засняли НЛО, о чем молчат военные США. Саша Эпштейн, специально для популярной механики.